Сообщение на тему фриколизма Беларуси 21 века, сообщение такого больше информационного порядка, чем теоретического, но я прошу прощения, у Беларуси не будет так интересно, и все это знают, они в этом живут, но сообщение рассчитано на людей мало знакомых с беларусскими реалиями, чтобы показать общий фриколистический ландшафт в стране. И насчет датировки 21 века, то есть он, кто рассказывает только про современность, кто рассказывает про историю какого благослужения, то есть то, какое, где мы чуть-чуть затронем, где это важно для контекста. Ну и исследователи определяют само понятие фриколизма очень по-разному, поэтому я для себя на основании работ Кирилла Васильевича Чистова сформулировала рабочую версию, как переосмысление афричной традиции с кронологической, культурной или социальной дистанции, которая актуализирует элементы традиционной культуры в современно модернизированном обществе. И в современной Беларуси я, как условно, очень субъективно выделила несколько направлений фриколизма, которые, опять же таки очень условно, обызывала постсоветско-государственное, демографическое, реконструкторское, масс-культурно-коммерческое и неоязыческое. Представители каждого из них могут действовать в нескольких направлениях, но обычно какое-то одно превалирует. Ну и я про каждое постараюсь чуть-чуть рассказать. Наиболее многочисленными актами усвоения, использования и распространения фрикторов в современной Беларуси являются государственные учреждения культуры, то есть представители постсоветско-государственного фриклоризма. В их деятельности до сих пор прослеживается влияние советско-культурной политики второй половины 20-го века. Исследовательница Татьяна Ивановна, которая поделяет на следующих этапах культурной политики советского государства. Ну и для современной ситуации важно, что с 1950-х годов в Беларуси происходило то, что Кирилл Васильевич Исток назвал, определил, как создание общенациональных, обобщенных, условно-традиционных форм, которые не совпадают как правило ни с одной из взрывов, товаршим локально традиционных культур и становятся как бы символами традиционной национальной культуры, противопоставленными традиционным культурам других народов. Ну и еще важно, что такой условный поворот к местным формам традиции произошел в деятельности государственных учреждений культуры в конце 80-х, начале 90-х примерно. Но до сих пор чаще увидишь, как на фотографии, обряд, срежиссированный по стандартному сценарию, взятый из какого-то методического пособия, стилизованный кричащий костюм, песни взятые из сборников, чем встретишь литеработника, который работает в своем регионе, на своем материале и собирает фольклоры. Ну и иногда в таком постсоветском государственном подходе встречаются очень приятные исключения, как, например, выступление исполнительницы аутентичного фольклора Надежды Швета Ева Гарана на открытии общегосударственного дня белорусской письменности Брака Чорбера, вот сейчас в году в сентябре. То есть у бабушки вступали к одежде, которая презентует поздний вариант местного народного костюма, выступали Акапейном, как это всегда звучало. Ну и вы видите название этой статьи, Рокачевский отдать бурановским бабушкам. После выступления российских бурановских бабушек на Евровидении в 2012 году, сравнение с ними, исполнительниц аутентичного фольклора в Беларуси, стало каким-то таким в массовой культуре очень распространенным явлением, что бы нам демонстрировать в Беларуси и Рокачевской районная газета. И в то же время, если обряд остался в живом готовании, то часто в его проведениях приниваются, приносятся элементы, ну, такие, бутафорские. То есть тоже работники культуры могут предложить какой-то кричащий костюм или адрес, вот такой очень протестный для проведения обряда. Ну и также чувствуется явление православной церкви, но это расскажу немножко дальше. И важно, что в одной и той же деревне могут сосуществовать праздник, который является частью бытовой культуры, то есть полностью сохраняется в живом бытовании. И вот чуть более организованная клубная форма. Ну, как, например, здесь, в деревне Данилевича, Лепчицкий район, это Беларусская полесь, ее жители меняют кристили на крестах каменных и деревянных перед Пасхой. То есть они это делают как бы сами. И в то же время есть группа, которая собиралась в белом Приклубе, сейчас тоже дом социальных услуг, который ну, если бы они не пели в этой группе Приклубе, то они бы делали то же самое. Но, наверное, не так организованно, может быть, не одевали бы полный костюм, не ждали бы журналистов. Ну, а это была бы более частная практика, чем коллективная сейчас. Вот. Ну, лишь, например, тот же Лепчицкий район, тоже была Русская полесь, Шаблоныская область. Там на Светине, праздник 15 февраля, на Кресте, деревянном передорожном вешают Крешину. Вот. И тоже есть группа Приклуба, которая это делает организованно. Новых журналистов они ждут обычно, делают это где-то днем. Но обычно, когда они приходят к Кресту, там уже висит одноемка. То есть кто-то из местных жителей. Ее вешают еще до рассвета, потому что верят, что он только верит. Повесит первую, загадает желание, а потом желание исполниться. То есть засуществуют две практики. Официальная и, может быть, как бытовая, и официальная. Насчет влияния православной церкви. Ну, очень часто священники участвуют в народных обрядах, особенно, если это обряды входа деревни. И также влияние православной церкви ощущается, когда берется какой-то водный источник, к которому ранее не ходили как к святому месту. Он носил какие-то более бытовые функции. Но православная церковь его освящает. Фактически таким образом создает новый сакральный объект. И он обрастает тоже уже местными какими-то питаниями или генами. Как вот, например, от деревни Пельница, Калининбельческий район, Новинская область, тоже в Белоруссии колесе. Тут источник забил во время курения нефти. То есть там рядом находится Мазырский нефтеперерабатывающий завод. Вот там 70-е годы тоже искает нефть. И вот этот источник, ну он как бы забил, и забил из него брали немножко воду. Ну такой был очень неоформленный. И ну к нему никогда его не носил сакральные функции. А когда вот его уже осветили, то да, там к нему стали приезжать уже на водоприща, на праздник, ну как бы заказок, окончание святок. Вот. И тоже уже местные жители расскажут, ну да, вода как бы хорошая, кто-то излечился. Ну и получается такая, можно сказать, феклоризация этого места. И в этой сфере постсоветско-государственной одним из, как можно сказать, создателей трендов, среди работников культуры выступает Институт культуры Беларуси в Минске. Он организует курсы повышения квалификации. И вот сейчас уже второй год, там с вопросами депутации натуры на этих курсах повышения квалификации. Работает Иван Кирчук, который вы видите на фото. Он лидер группы Тронца, который играет в стиле warm music. Вот. Ну известный в Беларуси из ее пределами. А потом другая группа выступала на фестивале warm. Ну, в одном из самых больших фестивалях культурные, там, посткальтурные, warm music направления. Ну, если у нас останется время, я покажу, как бы, как он интерпретирует народную музыку еще в конце выступления. Ну, и в этом же институте культуры Беларуси есть разное дело. И один из разделов занимается конвенцией ЮНЕСКО по охране материального и продуктного наследия и курирует создание белорусского материального и продуктного наследия. И результаты можно увидеть на сайте «Северинг Херри Тейджбай», который вы видите перед скрином этого сайта. Вот. Ну и переходим ко второму направлению фортализма, который я условно выделила. Это этнографический реконструкторский фортализм. Ну, то, что Александр Владимирович говорил про, как про форталорное движение. В Беларуси одной из самых больших организаций этого направления является студенческое и монографическое общество. Это эспектанская организация, которая сначала была молодежной, сейчас уже не совсем молодежной. Молодежь выросла. И вы видите на карте сеть филиалов, людей, которые заинтересованы, как-то поддерживают отношения с минским офисом. И представители этого направления ориентируются на аутентичные образцы фольклора и пытаются его воссоздать в разных сферах музыки, костюма, танца. Тут немножко регистрации. Ну и также есть региональная организация «Оптомобная», не связанная со студенческим и монографическим дворечеством, на которой просто поддерживают связь. Это организация «Фрунтовый город Брест» и «Флакавой фольклора». И также в этом направлении реконструкторского подхода к фольклору, я бы назвала так технологии фольклора университета культуры, хотя они не представляют государственное учреждение и ориентированные на сцене, но тем не менее пытаются образцы традиционной культуры восстановить наиболее близко к источнику, участвуют в обрядах методов включенного наблюдения. Ну и на выступлениях тоже уровень реконструкции. Суммы у них высокие, занимаются исследованиями, но научные исследования, которые я рассматриваю выступления, у них как бы очень хорошая научная основа для реконструкции. Ну и следующий такой актор реконструкторского направления, это Белорусско-Косударский музей народной архитектуры и быта, музей типа Скансена, они были в мире, во всем Советском Союзе, как бы делались. Но в Белоруссии он только один, там отвечает Польша, где каждый регион имеет свою станцию. И они стараются тоже в празднике делать максимально близко к этнографическим образцам, приглашают группу даже региональные, конкурные. Ну и еще есть тоже близко к направлению реконструкции актор, это этношкола не только группа ГУДА, которая занимается в основном песнями, танцевыми, костюмами, но там есть у них как бы приоритетное направление, и они стоят очень близко к коммерческому направлению фольклоризма, потому что занятие у них в Белорусско-Недешевое. Вот, и если говорить о использовании фольклора в коммерции, то нужно сказать, что за пределами кольнографической субкультуры популярностью пользуются в основном занятия по пению, то есть там школа природного голоса, там его студио, вот Сергея Волгышева, лидера группы ГУРА, там занятия по холханкам на Юне Майзю, ну мне кажется, что это влияние только у немножко эзотерики и уже популярности школ природного голоса в России. Ну, немножко туда привистаем, молодыми, ну да, вот, и еще очень популярно в последние два года использование орнамента в самых разных сферах, там, например, президент наш ходит, иногда в круглые с орнаментом, и таким образом, но как бы, ну, как бы, фольклоризм, он такой проникает тоже, коммерческий он проникает в то же время в государственную сферу, использование его разных сферах диалогических, вот. Ну, нужно помыслов сказать о музыке, что кто-то с ней, как бы, обходится очень аккуратно, когда берет традиционную мелодию, а кто-то менее аккуратно, то есть оставляет только слова, а мелодия пишется полностью новая, ну и как то, сочетается с самыми разными направлениями современной музыки в Бедовусе. Ну, и пару слов могу сказать о неоязычниках, если их как можно, ну, условно сможет и очень назвать, то есть есть движение, мало привязанное к каким-то локальным традициям, обычно это, снова же таки, влияние информационного пространства России, это Анастасиевцы, Славянин Гринги, Родновера, которая очень мало ориентирована на какую-то внешну конкретную традицию, но, тем не менее, иногда они берут какие-то локеры. Песня, например, конкретного психократического паспорта, они пытаются как-бы как-то интерпретировать. Ну, и есть также направление, ну, его можно, так снова же таки, очень условно обозвать, ну, таким, балдским, балтийским, то есть люди, которые ориентируются на припалтийские, неоязыческие движения, на литовскую Ромову, которые пытаются взять, ну, как бы тоже произведения народного общества, с тем же этнографическим паспортом, как и представители Новерского направления, но не реконструировать эту песню или обряд нам прожить, то есть создать с помощью культуры актуальную религиозно-философскую систему. Ну, эти группы, когда они очень закрыты, они очень многочисленные, поэтому их на специальных изучаю, сложно рассказать о них подробнее. Ну, и, возможно-таки, это второе, так называемое, прибалтийское направление, оно ориентируется немножко на академический, научно-популярный дискурс, и вот в разное время выходили журналы «Крым», «Рубиз», «Север», «Беноруссия», где ученые, как бы, в такой научно-популярной форме, ну, пытались поднять эти вопросы белорусской идентичности и фольклора, в общем-то, значения традиционной культуры в современной жизни. Ну, и так, суммируя вот эти четыре направления – постсоветско-государственное, энергетическое, реконструкторское, у нас культурное коммерчество, неоязыческое, конечно, они между собой взаимодействуют, и то, что я там выделила, это такое, ну, очень условно, можно сказать, и, ну, может быть, из моего доклада создалось впечатление, что Бенорусский актор очень-очень популярен, но, к сожалению, это не так. Ну, естественно, все время, потому что там у меня два видео фрагмента, первая – это артентичная запись песни, вторая – «Коррой» после чего делать в позднее. Первая запись – это… «Коррой» после чего делать в Белорусском, первая – «Коррой», 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 «Коррой» после чего – «Пособы», «Пособы», «Восточная», «Топор-го», « coworkers», «Анварь». ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ